Добрый день, джентльмены! Время 3.20 дня. Дождь сегодня, заказа не было. Тот человек, который хотел, мне мозги компостировал завтра, послезавтра, давай сегодня. Ну, я просто к нему не поехал, потому что мне так неинтересно. То есть мы с ним договорились через час, он через час звонит, не, не надо, мне завтра песок привезут. Завтра-то не наступило, потом мы с ним договорились на среду, что ли, четверг. Я ему сказал, ты мне в час дня позвони, подкорректируем, во сколько поедем. Он не звонит, не звонит, я ему позвонил в 3. Он говорит, так аж меня на работу вызвали. А я думаю, так ты что, что ты мне не позвонил тогда и не сказал, что тебя на работу вызвали, и тебе копать сегодня не надо. Вот такие люди бывают. Меня, говоришь, на работу вызвали. Так ты же позвони, скажи. На работу меня вызвали. Работаю я, работаю. Короче, после этого он там... Ну, когда я давал трактор людям покататься, мой, типа холодной аренды, да. Он, ну, подходил, видать, к Андрюхе, который катался на моем тракторе. Думал, что это я, наверное. И, типа, Андрюха мне говорит, вот он говорил, типа, что ему надо сделать. Я говорю, да я не буду ему ничего делать. Пускай делает, что хочет. Ему надо было... Он должен был секцию забора открутить, скалу брать и грузить туда через забор. Ну, ладно. Он бы следил, конечно, за то, чтобы колеса не пробить. Ну, в том плане, что... По скале кататься не надо. Там, получается, скала высыпана на чистую... Ну, на дорогу. Там нет скалы. Надо брать было и сдавать задом и грузить через забор. Ну, поняли так, то есть. Потом на другом участке там надо было трубу, типа, дренажную что-то закопать, якобы. Вот. Ну, не знаю. Он мне больше не звонил, когда я забрал у Андрюхи трактор. В тот день он мне не звонил. Я не знаю. Вот такое вот дело. А еще, что хотел спросить. Ну, объяснить. Смотрите, какая ситуация подо мной. Ну, как бы. Я на четвертом, на третьем этаже живет... Там... Девушка. У него, блядь, не знаю, с головой проблемы или что. Она с ребенком. Постоянно орет на ребенка. Постоянно матом. То есть, вы сейчас слушаете по... Вот в ютубе, когда я матом ругаюсь, так это хуйня по сравнению. Как она называется его ребенка. Тупой, блядь, бестолочью. Дебильная. Тварь, блядь. Сука. Ну, короче, вот ребенок в первом классе. И вот у нее, блядь, концерты. Концерты вот эти вот. Начались сейчас с утра. Вот. Вот. Раньше она в садик ее будила. Концерты были. А сейчас, я не знаю. Она, вот, блядь, куда-то ее будит, блядь, с утра. Вот сегодня в 7.40 этот концерт был. Я проснулся от этого концерта в 7.40. Она орет так, сука, на весь подъезд. Писали на нее жалобу там, якобы, давно соседи. Ну, менты там, как обычно, нихуя не отреагировали. Короче, было в том году. Она орет, орет. Ну, заебало на меня орать. Я вышел. Короче, дверь постучал. Говорю, закрой свою пасть, сука. Говорю, нахуй. Не ори, блядь, тварь, блядь. Ты что, говорю, на ребенка орешь? Ну, короче, она немножко притухла. Потом опять орет. Это же в этот же день был. Ну, я подождал, пока они выходят. Спускаюсь. В подъезде, в этой квартире. Говорю, ты что, груз, сука, охуела, что ли, на ребенка орать? Козлина ты, блядь. Вот. Да, короче, я ее... Она, типа, тебе че хули надо, типа. Я говорю, ты сейчас, сука, чуть-чуть ее, это... Поправил ей цепочку на горле. Вот. Она, блядь, как ты можешь при моем ребенке мне такую хуйню там делать, блядь. Я, гуще раз будешь орать на ребенка, я тебе просто, груз, блядь, такие... Пропишу, блядь, пилюльных. Короче, ладно. Какое-то время она успокоилась. Она, типа, я сейчас моментовку заяву напишу туда-сюда. Я говорю, иди, пиши. Короче, написала заяву, что типа кто-то ее что-то там. Короче, ну, понятное дело, что болт ей большой, нахуй, и все. Получился, а не что-то она сделать. Короче, она какое-то время утихла. Я звоню хозяину квартиры, она арендует. Я говорю, слышь, Андрюша, давай-ка нахуй ее оттуда двигай, блядь. Иначе я буду писать заяву на тебя, а? Ты как собственные квартиры. А тебя будут дергать, ты сам разбирайся. Короче, этот участковый ходил по подъезду, спрашивал, что, как. Все говорят, да, она орет на ребенка, туда-сюда, бла-бла-бла. А что вы не пишите заяву? Они говорят, а мы уже писали, типа, вы нихуя не делаете. И я ничего не могу понять. То есть, ну, понимаете, чтобы ее сейчас по этой теме как бы двинуть, это надо несколько заяв регулярно писать, писать, писать в полицию, чтобы, блядь, ну, это все, кто-то мог что-то на нее повлиять. Ну, я говорю, у меня уже терпение, блядь, кончается, сука. Оно у меня явно кончается. Она заебала каждый день этот концерт. Каждый день концерт, блядь, у нее. По ее заявкам. Я заебался. Я, во-первых, просыпаюсь от этой хуйни. Так она и ребенка, представляю, как она задрачивает ребенка психику. Просто она ее уничтожает. Психику ребенка. Только они выходят на улицу, все, пиздец, тишина. Иди на ребенка, ори в лес. Нахуй орать на весь подъезд. Вот реально на весь подвезд, как недорезанный орет, блядь, сука, а. Понимаете, если ее... прописать ей таблеток, пилюль, как бы, ну... Понятно, что ничего не докажет. Но, тем не менее... Ну, как бы, блин... Не знаю, что с ней делать, блядь. В правовом поле, ну, ни хуя не получается. Вот это никто нахуй этой хуйней не будет заниматься. Никто. Я уже пытался выйти через людей, ну, чтобы ее на этом деле... Мне пообещали, что... Ну, как бы я потом... Она подуспокоилась, и я уже не стал тормошить людей, чтобы ее реально прессануть. То есть, не просто так, каких-то инспекторов, а, ну, через вышестоящее руководство. Ну, блядь, короче... Вот такие вот дела, блядь, ёпта. То есть, ей вот... Объясняешь, заткни свою пасть, говори тише, падла, блядь. Ругайся с ребенком, ругайся тихо, блядь, чтобы никто не слышал. Иди в лес, блядь, ругайся, куда угодно. Вот если бы на улице она так бы говорила, ей бы уже просто как уебали бы по башке, нахуй, сука, за такие разговоры с ребенком. Просто башку бы, нахуй, отбили, блядь, и все. За такие базары, блядь. Как-то вот так. Ну, сегодня холодно, реально, дубак. Дубачок. Опять же, вернемся к планировочному ковшу. Я же его купил давным-давно, уже лет шесть или семь назад. И я еще купил этот планировочный ковш, который там у меня лежит, на участке. И вообще, когда у меня UMZ был, я купил этот планировочный ковш. То есть, ну, до сих пор я его не реализовал, потому что, ну, не надо никому, никто не заказывает. Я, что я могу сделать? Зачем мне его, вот, ну, делать? Если мне нечем заняться будет, я его сделаю. Там надо всего-то один палец переделать. Один палец переделать, передвинуть, размер не получается. Но его никто не заказывает. Поймите, планировочный ковш. Поэтому он у меня лежит просто без дела. То есть, движений нету, поэтому ковшу спрос отсутствует. А купил я, говорю, лет семь назад, когда еще был UMZ. Ребята, UMZ был когда. Так что, вот так вот. Сейчас хочу сделать планировочный ковш на миника. Ну, просто от нее хрен делать, да? Как будто бы. Ну, правда, мне есть чем заниматься. А с другой стороны, зачем делать планировочный ковш на миник, если даже работы нету на него, ни на какой ковш. Вот у меня нету работы, ни на какой ковш для миника. Ну, нету вообще, нету. Вот он стоит, и все. Вот, вот. Завтра должна была быть работа, но вот такой дождь идет, вот, и у меня подушек нету. Ну, чего, зачем? Я сделаю, конечно, планировочный ковш. Вот на днях начну делать, так просто, чтобы поиграться, позаниматься чем-то. Но все равно смысла нет его делать. Ну, нет его смысла делать этот планировочный ковш. Ну, вот я реально говорю, он не нужен, потому что ну, нет у меня никакого заказа для него. Пока что. Ну, я его сделаю, чтобы он был. И вообще хочу, чтобы он поворотный был, этот планировочный ковш. Угол менял. У меня есть там пару цилиндров с металлоломом. И я хочу как-то замутить, попробовать один цилиндр поставить. Получится, не получится, на одном. Так что, вот так вот. Он есть планировочный ковш, но его надо делать. Нет интереса у людей. Приветствую, джентльмены. Вот и наступило воскресенье. Вот и пошел второй месяц лета. Скоро уже опять белые мухи будут падать. У нас, в основном, даже бывают люди, шипы не снимают. То есть, ездят до конца, потом осенью покупают новые шипы и опять катаются на шипах. Потому что, потому что короткий промежуток времени нету снега. Ну, как короткий, ну, 4 месяца. И убивают шипы до конца в лохмотье и потом ставят опять шипы. Сейчас еду. Едет трактор Volvo BLK, номер телефона. Звоню. Здравствуйте. А почем у вас трактор? Он говорит, даже не спросил, на, безнал ничего. 2 рубля час. Я говорю, 2 рубля час. А почем, надо? То есть, он меня спросил, поскольку надо. Я говорю, да не поскольку не надо. Я говорю, я-то что-то говорю, по трешке и как-то все нормально. А зачем, говорит, звоните? Я говорю, ну как, уточнить, по чем, узнать, по чем работают конкуренты. Я говорю, я вообще-то всех встречал, кого встречал? 2 500, ну да, 2 800 я встречал. Но говорю, по 2, по 2, я уже, говорю, давно не встречал. Я говорю, ну ладно, все, удачи, а не спасибо. Ну все, как бы, как бы, как бы, вот так вот, короче. Как бы, вот так вот. Причем, не он там был за рулем, ну, потому что не слышно, что он в кабине разговаривает, а ехал пилот. А чушь, тогда тебе остается собственник. Я не пойму вообще. что там оставаться должно от этой цифры слезы. Да, по-моему, стоит завязывать с этой темой тракторной. я не вижу смысла вообще. Какую-то надо паузу. Либо на нормальные заявки ехать, либо вообще все. Либо пускай стоит, либо норм заявки. а вот так вот за какой-то хиромозой, я не знаю, есть ли смысл вообще. Тем более покупать новые, ну, даже за 7 миллионов китайские новые покупать. ну, авито молчит, вот вообще нет заказов. Нет заказов вообще. По двушке он вольво гоняет. По двушке. Но он, правда, не сказал, насколько часов надо, но просто я не знаю. Может, он имел в виду на смену или на месяц. Он не уточнил, какая, сколько времени заказ. Но цифры, конечно, удручающие. Просто плакать охота, ребята. Просто охота плакать. Что заедем в супермаркет, глянем, что тут. Может, что-то есть. Ну, вот такую штукенцию тут у меня было уже сделано лет пять назад. Контур залитый. Вот так вот. Тут должен был быть смотровая яма, а здесь должен был быть бокс для грузового автомобиля. Там участок был на двоих, там должен быть мой дом, здесь должен был быть дом моего компаньона. Короче, фундамент у меня был залит сама полностью вот это контур были сделаны подпорки вот эти все и просто закрыты от снега воротами. Сейчас мы подняли, проверили метки. Вот они метки. От этой метки 24 вниз. это уровень нашей конструкции типа вот так отсюда смотришь, как будто все криво, а если четко, они забиты, ровно трец минус 24, это получается у нас горизонт. ну, здесь тоже метка вот на блоке, здесь метка вот 24 вниз, то есть можно натянуть нитку и в принципе должно быть все хорошо. но делали мы это по уровню простому этому сейчас не по лазерному вот поэтому плюс-минус все отлично. Не знаю, как будет конечно по нитке. Надо было по идее ниточки натянуть и сделать все по ниткам. вот сейчас вот профиль этот будет так и лежать здесь. Он не будет сниматься. Надо делать опалубку. Сегодня заезжал на металлоприемку. Нету арматуры. Сегодня не привезли. Вчера я там видел клетки от этих от окон. Вот две клетки завтра заберу и скорее всего на одну сторону получится сделать армирование. Тут немножко арматуры есть. Настойки на вертикальный. Хотя вот они выведены к ним. Заварюсь. В принципе все тут подготовлено. Сетку наложить здесь. Это были габионы. Я покупал для пачки габионов. Я ее использовал как арматуру. Ну везде короче как сетку использовал. накуплено за херню. этот габион стоит космических бабок. Вот тут сейчас пистолет с пеной год пролежал все он умер. Я баллон открутил из баллона так просто поливал ходил. Короче ладно надо купить новый пистолет. Они сейчас копейки стоят пистолет и самый дешевый покупаешь его хватает умер выкинул его нахер и и не страшно. Сетку сейчас притащу вот у меня сетка также с металлолома набранная вот она лежит с этой сетки что-то замучу наделаю метр метр 12 здесь расстояние от отсюда до сюда глубина конечно под трактор не под легковую машину копал это другой трактор не я когда у меня еще его не было он копал там вроде как камни были мы ушли в эту сторону сместились ну образно здесь нормально яма ну примерно все хорошо замечательно яма посередине не смещенная в этот раз никуда а ровно посередине может быть сюда немножко смещение есть не знаю не проверял но это тут незначительно 10 сантиметров это не размеры потом если что я выкопаю середину бока не буду выкапывать залью а середину может выкопаю для легковой машины может не буду копать бочка там как всегда закопана если вдруг вода капает чтобы она стекала в бочку чтобы ноги сухие были ну как практика показал у меня воды здесь нету и здесь все сухо даже весной вода течется снега она конечно яма есть вода а так она уходит моментально ну вот такое вот дело надо залить я посчитал примерно здесь ну два куба где-то получается может полтора потому что здесь полкуба здесь 333 на 90 и здесь вот тут посчитал примерно полтора куба скорее всего буду производственный бетон брать когда заливать буду заодно и сюда возьму ну вот блин вот так вот долго думал надо не надо на что с ней делать засыпать ее что ли пускай будет яна надо она не надо будет ее сделать и пускай она будет надо пользуешься не надо не пользуешься то есть ты ее зашил и все она закрытая да понятно что это бабло убитое закопанное в землю это работа трактора это бетон это люди которые мне это делали узбеки конечно же делали вместе я их не могу не мог оставить одних чтобы они делали потому что я сам не представлял как это будет короче надо купить пистолет залить пеной все щели и в принципе вязать арматуру и заливать надо будет все это дело не прошло и шести лет как это все сдвинулось с места короче как-то как-то вот так я думаю что все будет нормально тут 150 раз еще подусилимся подопремся там пару распорок еще контрольных поставить надо будет потому что все-таки опасно неохота чтобы бетон упал людей не могу найти чтобы сделали вот забор не сделали да все я сейчас пока торможусь дальше пока не знаю что вот колонны вот эти побольше они сделали видите те поменьше но не видать от тех колонн отталкивались от ширины ну нормально да тут такая солянка тут колонны без труб а там видите трубы идут промежуток ну потому что я сэкономил на колоннах епта ну блин ну вот так вот епта колонна тоже десяточку каждая колонна стоит и если по большому счету здесь сделать колонны ну смотрите даже одна две три четыре пять пять колонн пятьдесят тысяч это только работа пятьдесят ну вот где-то камень я не считаю это так короче два метра десять рублей только работа без камня без цемента то есть одна колонна обходится рублей восемнадцать двадцать по нынешним деньгам ну вот представьте семь колонн сто сорок тысяч пока я не готов их можно в любой момент долепить в любой момент их можно долепить эти колонны и и все и успокоиться это раз два три четыре четыре колонны не да ну четыре колонны минимум раз два три четыре четыре колонны минимум надо если добавить эти трубы под корень срезаются и все и камнем их залепил будут эти колонны делать не буду я не знаю у меня нету ни материала ни желания это делать лишь бы зашиться и все поворот только дохера надо ставить раз там два здесь три трое ворот это это пиздец еще цифра наверное 400-500 косарей сдвижные ворота проем-то здесь нехилый пролет-то он не маленький и с такими пролетами представляете какие ворот должны быть длинные это жутко большие ворота возможно что-то тут изменится ну что-то как-то сдвинется чтобы меньше были ворота не знаю пока 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 вот так вот поглядим что дальше будет я пока сам не понимаю что будет дальше но план конечно мистер фикс такой что надо делать либо здесь строится либо на этой площадке я все никак не могу принять решение где строить а завтра уже в принципе понедельник должны завтра прийти начинать делать планировочку и опалубку открутился этот квадрат открутился он так стучит когда едешь надо его закрутить для этого болт надо срезать начале вон там через щель срежем и все дополнительный стук убрать который вот так долбил в процессе езды короче дела обстоят неважно ну чувак по 2000 работает это вообще жесть конечно что-то надо менять жизни ребятки иначе пизда усказ будет полный полнейший примерно вот такая яма столько среж встает короче сбеки меня попросили сделать вот эту верхнюю опалубку которую я сделал то есть она из земли была вот мне надо было добавить по доске вот то я не трогал она была я все выровнял железо отпилил и с замесом бетона работа они мне говорят мы тебе по-братски за двадцатку сделаем вот ну как бы такая фигня но я опалубку сам решил сделать потому что они не сделают как мне надо потому что я сам не знал как мне надо поэтому делал самостоятельно это все опалубку с помощником вчера колотили это все стучали в принципе получилось хорошо единственное вот говорю что уровни непонятные честно говоря почему как бы визуально как будто там выше хотя эти все уголки ну вот этот забит уголок четко тот забит арматура четко она не вытаскивалась ничего я фиг знает почему так кажется визуально что вот видите все почему кажется визуально как-то криво непонятно сейчас надо нитки натянуть ради интереса и проверить что здесь происходит заправился на заправке у нас нефть вот сегодня два троса таких вот взял какая толщина тут тоньше пальцев тонковат конечно какая-то втулка была может куда-то пригодится на какую-то промежуточную фигню поставить те номер на ней есть 8 болтиков не удержался взял слабенький конечно 5,8 но 8 штук новых может кто-то понадобится пока даже не представляю натянул нитки какой-то тут паранойя какая-то получается вообще лажа короче попросил человека с этим электронным нивелиром чтобы он пришел и еще раз пробил точки ну ну просто блин по шайтану уровню все четко а по факту ну нитку натягиваю какая-то хрень моржевая непонятная так на глаз ну вроде бы как около дела только по нитке как будто это вот вот сюда вот идет на нет должно быть типа здесь выше ну как будто бы как будто бы должно быть выше не знаю почему шайтан машина так показывает но по нитке должны быть выше углы не представляется почему так получилось ну ладно это добавить можно херня это все добавим поднимем естественно вначале это поднимать надо вот это от этого уже и это поднимать сейчас он придется этой палкой например потыкает посмотрим сколько сантиметров надо поднять и просто поднимем на столько да и все а может прям сразу привяжу к этим ниточке но по шайтану все четко всё какое оно Продолжение следует...